Иду и, допустим, начинаю вот так делать, вот просто вот так. Золотой полк. Кто из детей-звезд, миллиардеров и влиятельных политиков испытал на себе все тяготы и лишения службы в армии? Пока я был в армии, я где-то 15 килограмм скинул. Почему богатые и знаменитые специально отправляют своих наследников в казарму? Не учился, ни учебы, ничего. Постоянно на улице, там, с друзьям. Как представители золотой молодежи привыкают к спартанским условиям в армии? Принять душ с горячей водой было невозможно. Бедовщина, миф или страшная правда? Даже в нашей курсантской среде парень выбросился там из окна. И почему некоторые мужчины наотрез отказались служить? Я понял, что мне это не нужно. С Валерием мы встречаемся в медицинском центре, которым владеет светская львица и бизнес-вумен Мария Фролова. Молодой человек одет неброско, держится скромно. Совсем не публичный, даже соцсети не ведет. Известно только то, что Валерий – старший сын миллионера Евгения Фролова. У него, как пишут некоторые СМИ, целая бизнес-империя. Телекоммуникационная компания, крупные проекты в сфере информационных технологий. Жена бизнесмена Мария – основатель медицинского центра. В клинику Валерий как раз приезжает, чтобы знакомиться с семейным бизнесом. Ты вообще там в медицинские документы вникаешь в них? Ну, потихоньку стараюсь. С юридическим общался. Потому что наша договоренность в июне месяце – это нужно стать генеральным директором. Да, я помню. И защищать свою маму. Валерию 22 года. Учится в юридическом университете. Но перед поступлением в ВУЗ, по настоянию Марии, наследник отправился в армию. Я считаю, что любой мальчик должен пройти школу бойца. С мужем у нас был конфликт. Даже поначалу он сопротивлялся. Муж? Муж, да. Он сопротивлялся и он не знал вообще, пока он там уже не оказался. Но когда он к этому созрел, он говорит, да, ладно, я согласен. Сам Валерий с его слов на службу не рвался. Но в семье слово матери – закон. Юноша не скрывает. Был неспортивным и тяжелым на подъем. Мария заставила сына готовиться к армии, чтобы он в полевых условиях наравне со всеми выдерживал нагрузки. Чаще-чаще с ножками, чаще с руками. В мае 2019-го новобранец распрощался со своими волосами, как того требует устав. Правда, в салоне модного стилиста. Когда ты, например, тусил, раньше учился, ложился там в 2 часа ночи, просыпался там в 10-11 утра, а тут строго подъем в 5.50. Никто тебя не ждет, никто не делает. Золотой мальчик оказался в легендарной дивизии оперативного назначения имени Дзержинского. Ее еще называют главной воинской частью Росгвардии. Я в армии занимал должность писаря у своего командира. То есть это была работа с документами, с всякими конспектами, компьютерами. То есть, грубо говоря, я занимался документацией, как секретарь. Дивизия находилась в подмосковной Балашихе. И каждое воскресенье к молодому солдату приезжали с Рублевки родные. Разумеется, не с пустыми руками. Мы перевозили очень много всякого фастфуда, Макдональдса, КФС и сладкого. Невероятное количество, я столько даже вот здесь сейчас не ем, честное слово. И, ну, понятное дело, я все это ел не один. В армии как бы принято делиться. Несмотря на такой нездоровый рацион, за год службы Валера окреп и постройнел. Жизнь по расписанию и без обслуживающего персонала оказалась очень утомительной. Пока я был в армии, я где-то 15 килограммский. Ну, плюс-минус 12. То, что раньше было, вот носки бросили, штаны бросили, там кричишь убери, сейчас этого нет. То есть абсолютно стал самостоятельным ребенком. Ну, взрослым, да, для меня он всегда будет ребенком. С ужасами дедовщины, говорит Валерий, не сталкивался. Со служивцами были отличные отношения. Мало кто знал, что он из состоятельной семьи. К спартанским условиям в казарме молодой человек, выросший в роскоши, привык на удивление быстро. Ну, очень не хватало смартфона последней модели. Запрещены телефоны, то есть сенсорные полностью, без выхода в интернет. То есть вам разрешено пользоваться телефонами кнопочными без камеры просто. Мне можно звонить и писать смски. Я могу сразу сказать, что это все, конечно же, обходит стороной, потому что, ну, по истечении полугода у меня все-таки уже был нормальный телефон. По словам Валерия, он не жалеет, что год провел в дивизии. Увидел жизнь без глянца, обучился дисциплине. Некоторые представители российской элиты целенаправленно отдают своих беспечных отпрысков в казарму. Так сказать, на перевоспитание. Продолжение следует...